Здравствуйте, с вами Михаил Кириченко. Вы смотрите выпуск новостей международной группы компаний Skyway. Как мы и обещали, мы держим вас в курсе всех самых важных событий в жизни нашей организации. В одном из прошлых интервью с Анатолием Эдуардовичем Юницким вы услышали начало рассказа об экологии, важность которой невозможно переоценить в транспортно-инфраструктурных комплексах Skyway. Сегодня мы досмотрим интервью с ним, а также услышим мнение самых авторитетных специалистов в области экологии, которые только есть в нашей организации. 13 ноября, на 14-й церемонии вручения премии в Чикаго, Совет по высотному строительству назвал лучший небоскреб в мире 2015 года. Им стало высотное здание в Милане Bosco Verticale, вертикальный лес, спроектированное итальянской архитектурной компанией Stefano Bueri Arquitetti. Строительство вертикального леса завершилось в 2014 году и в том же году уже стало победителем международной премии для высотных зданий International High-Rise Award. Идея комплекса была высоко оценена жюри, которая посчитала проект новаторским в области озеленения высотных зданий и может считаться прототипом домов будущего. Компания Stefano Bueri Arquitetti недавно объявила о своих планах по созданию вертикального леса в Лозанне, Швейцария. Строительство планируется завершить в 2017 году. На побережье Средиземного моря в Ницце будет построен экологичный торгово-офисный центр, внутренняя атмосфера которого воссоздаст окружающий средиземноморский климат. Проект озеленения предусматривает посадку деревьев на каждом этаже девятиэтажного здания, которое должны построить в 2017 году. Новое здание станет частью строящегося технополиса, кластер под названием Meridia Ecovalet – экорайон Meridia – займет 200 гектаров земли на окраине Ниццы. В этом районе будут создаваться бизнес-инкубаторы и зеленые отрасли производства. В общей сложности здесь должны построить 360 тысяч квадратных метров недвижимости различного назначения. Стоимость проекта оценивается в 10 миллионов евро. В Сеуле появился жилой дом, в центре которого находится сад с водопадом. Новый дом в экологическом районе Гяннам, ставшем популярным благодаря корейским музыкантам, яркий пример рукотворного ландшафта, объединенного с ультрасовременным зданием. Объект, в центре которого высажен прекрасный сад и устроен водопад, демонстрирует умение корейских архитекторов гармонично сочетать современный стиль и национальные традиции. Понятно. Скажите, а что вас в принципе натолкнуло на эту идею? Ну, я, можно сказать, человек природы, я вырос в деревне Крюки, Брагинский район, это Гомельская область. Провел детство в лесу, развивался где-то в апреле, бывался в октябре, еще ребенком. И я люблю землю, как бы, ну, мансказня рождения, да? Я понимаю, что это основа жизни на планете. Это самый ценный ресурс. Многие гордятся тем, что у них запасы нефти, там, газа, там, руды. Но самая большая ценность, так, ресурс, минеральный ресурс, это почва, гумус, которая дает жизнь на планете и нам, да? Именно на почве растут зеленые растения, которые вырабатывает кислород, которым мы дышим. А сейчас под асфальтом закатана почва по территории, ну, по территории равна где-то площади пяти Великобританов. И это я давно понял, что если мы так дальше будем продолжать и закатаем все в асфальт, то на этом, собственно, жизнь на землю и закончится. Потому что основа вот этой, как бы, цепочки, пищевой цепочки, да, и в том числе того, что мы употребляем, кислород, это то, что мы употребляем для дыхания, да, начинается в почве. Это основа всей, да, как бы, жизнедеятельности на планете. И поэтому я это понял давно, что надо это беречь. И, собственно, это меня тоже подталкивало к тому, чтобы разработать вот небесные дороги, скалы, которые не отнимают почву, а наоборот, они добавляют почву. И я даже одно время был фермером 10 лет, у меня было 30 гектаров земли. То есть я и не только, как бы, люблю землю, но и на ней работаю, работаю. И то, что мы строим в этой технопарке, видите, эко, на первом слове, да, на начале, это... На первом месте. Да, эко, а не техно, да. Мы не просто там поставим опоры, не просто натянем страну, рельсы и поставим станцию, да, мы озеленим. И где раньше... Там был танковый полигон, там было все изрыто, там был бурьян. Эту почву землю перепахали, брали сорняки, внесли удобрения, в том числе органическое землянное. Там только подсадок, на подсаде леса 200 тонн навоза были, да. У почвы была повышенная кислотность, поэтому снизили кислотность, да, изысковали. То есть улучшили благородие земли и посадили саду. И будем дальше садить аллеи, рощи. Там больше 50 разновидностей будут растений. Это будут и большие деревья, и кустарники, и цветы. И даже запад экологической системы, там у нас пруды будут, где не только будет, ну, растительность, но еще вот рыба, да. Причем тоже не один вид, а несколько видов рыбы. И вот это все вот показано для того, чтобы всем объяснить и рассказать, и показать, что мы не просто дороги строим, да. А мы туда, куда приходим, с дорогами, ну, и землю не закатываем асфальт, наоборот, приращиваем и возвращаем. Да, и не просто возвращаем, а еще и приращиваем. Потому что в общей сложности мы же все почвы, что под станцией у нас, подянка на опоры, мы же переносим на крышу. Мы улучшаем ее состав, да. Ее урожайность, как бы там сады будут расти, да, урожайность увеличивается. Поэтому мы даже там, в Экотехнопарке, прирастили почву. Мы ни одного квадратного метра почву не уничтожили, ни одного квадратного метра. Хотя у нас там будет в общей сложности около 20 километров дорог. Вот если построить 20 километров автомобильных дорог, автобанов, то это бы заняло, отняло бы порядка 100 гектаров земли. То есть это 3 площади Экотехнопарка. Нам не только ничего не отняли, а наоборот добавили. Спасибо большое, Антоний Эдуардович. Радует, конечно, что ваши идеи находят воплощение, что люди во всем мире, чем больше ухудшается экологическая обстановка, тем больше понимают необходимость того, что все это нужно делать. Обидно только, что, как всегда, нет пророка в своем Отечестве. Что мы все можем и должны сделать для того, чтобы не покупать потом втридорога идеи инженера Юницкого за рубежом? Нужно в заданные сроки, планируемые сроки построить Экотехнопарк и показать все технологии, их много. Это не только дороги, это вот и озеленение, это почва, это инфраструктура другая, там все второго уровня, это девелоперские проекты, то есть это весь комплекс мы покажем, для того, чтобы все убедились, что это не фантазия, не сказки, это не плод больного угрожения, какого-то там изобретателя, это реальные технологии, которые реально улучшат, изменят ум. Ну и насколько я знаю, мы тоже в Экотехнопарке, и более того, в Пуковичском районе, где он расположен, планируем точно так же заниматься и озеленением крыш. Да, и более того, мы на это получили грант Организации Денных Наций. Он небольшой, но тем не менее, он поможет нам отработать технологии озеленения крыш, в том числе наших станций пассажирских, и потом это применим во всем мире. То есть это не как бы помощь, ведь у нас частная компания, так? Не помощь частному бизнесу, как многие думают, вот вдруг он помогает частному бизнесу, нет. А он помог технологиями, которые улучшат мир. И эти зеленые технологии будут реализованы во всех наших адресных проектах, на всех континентах, планетах и во всех странах. Поэтому ООН у нас поддержит. Спасибо большое, Анатолий Эдуардович. Я могу только искренне пожелать вам и всем нам, и нашему проекту счастливого, долгого плавания. Спасибо. Более подробно о гранте ООН, которое получило закрытое акционерное общество струнной технологии, расскажет заместитель директора по био- и агротехнологиям Василий Константинович Павловский. Слово ему. По результатам конкурса, зао струнной технологии и Пуховицкая общественная организация Пуховицкий край получили грант от ООН на зеленые крыши. Мы считаем, что данный грант, он будет не сиюминутным, а именно перспективным и долгосрочным. Почему? Потому что у крупных городов сегодня стоит проблема использования земли. А та пахотная земля, которая плодородна, которая является за территорией наших городов, используется особенно в Белоруссии и вокруг наших крупных городов, республики, очень эффективно. И по инициативе президента выделяется данная земля только с его разрешения. Поэтому озеленение крыши в данных крупных городах стоит очень значимо и проблематично. В том плане, что люди из своих окон будут видеть не просто серые, унылые крыши зданий и больших домов и сооружений, а будут видеть зеленые насаждения, цветников, трав, напоенные ароматом и дышать свежим, чистым воздухом. Заодно данная инициатива и решить проблему занятости части населения, той, которая сегодня практически не выезжает или не выходит из своих домов и не выезжает за пределы города. Это пенсионеры, это инвалиды, это школы, детей в школах. Можно использовать как уроки зеленого сада и зеленого огорода. Плюс крупные города или население решит проблему частично обеспечения плодовощной продукции и зеленой продукции. Это выращивание зеленых культур и овощных культур, особенно на крыше. Поэтому действительно вот этот грант, который мы получили и нам выделяется, он будет использован по направлению и перспективе, я думаю, принесет действительно большие результаты и окажет инициативу на дальнейшее продвижение данного направления. Экономические аспекты участия нашей организации в программе ООН прокомментирует эксперт в области экономики, стратегического управления и бизнес-планирования Кирилл Анатольевич Бадулин. Я также принимал участие в подготовке заявки на получение гранта по озеленению, в частности, по подготовке первоначального документа, а также в подготовке финансовых планов и отчетов. Данный проект имеет не только экологический, но также экономический эффект. В частности, благодаря этому проекту можно выращивать фрукты, овощи. И я думаю, что того, что нам удастся вырастить на крыше Экотехнопарка, будет достаточно для того, чтобы прокормить всю нашу компанию. Что я хочу сказать вам, дорогие друзья? Подписывайтесь на наш YouTube-канал. Следите за новостями на официальном сайте группы компаний SkyWay по адресу rsv.defi-systems.com, чтобы не уподобляться людям, считающим, что вместо того, чтобы подумать вначале, достаточно лишь сожалеть впоследствии. И присоединяйтесь к нам. Строй SkyWay! Спасай планету! Спасай планету!